Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и Сад. Меня зовут Александра. Хочу спросить, вы любите ежевику? Надеюсь, ответ будет положительным. В противном случае вы не правы. Ежевика прекрасная на вкус костянка, если она зрелая. О зрелости плодов ежевики говорит ее цвет, истинно черный. Кстати, такими же будут и ваши руки, если будете собирать ежевику без перчаток. И ваши зубы, как только захотите полакомиться свежей ягодой. Здесь от меня полезный совет. Не мойте руки мылом после того, как собрали ежевику. Вы только закрепите антоциановый цвет на своей коже. Лучшее средство для обеспечивания антоциана в ежевике – обыкновенные спелые свежие помидоры. Разотрите помидорчик в руках, он нейтрализует синий цвет антоциана, а уж потом мойте руки с мылом. А вот недозревшую ежевику, кстати, обманчивого красного цвета, есть не стоит. Она очень кислая. Сахара там еще нет, от слова совсем. У меня в саду растет бесшипная ежевика. Это очень красивое, мощное, плодовитое растение. Я обожаю его плоды. Кстати сказать, созревшие ягоды, вернее костянки, ежевики, практически не содержат фруктовых кислот. Все превращается в сахара. Ежевика принадлежит к тому же роду, что и малина. Но зацветает весной несколько позже малины. Посмотрите, насколько красивы бледно-розовые цветки ежевики. Их нектар любят не только пчелы. На моей ежевике довольно часто лакомятся нефтаром громадные волосатые шмели, гудящие как трактор. Цветки ежевика формируют на стеблях второго года. А вот новые стебли первогодки многих садоводов, да и меня в том числе, очень впечатляют. Они растут очень энергично, вырастают до полной длины примерно 3-6 метров, стараясь изогнуться так, чтобы достать до земли. Но цветов на них нет. Как только побег первого года достал до уровня почвы, его можно присыпать комом земли или прикопать. Уже к осени или на следующий год весной, вы получите новый прижившийся отросток стебля, который можно рассаживать как самостоятельное растение. Ежевика очень неприхотлива к плодородности почвы, может расти в затененных местах и прекрасно подходит для живых зеленых изгородей. Но я ее выращиваю прежде всего как источник витамина. После цветения ежевика созревает очень медленно, плоды долго наливаются и готовы к сбору очень неравномерно. Период сбора урожая растянут во времени, как и у малины. Это примерно 2-3, а то и 4 недели. Но как только костянка созрела, она отваливается от плодоножки. Тут не надо зевать, иначе рискуете собирать урожай под кустами. Современная гибридизация ежевики зашла так далеко, что уже есть ежевика без шипов, совершенно не колючая, и смеси ежевики и малины, и ежевика с твердыми плодами, которые можно собирать машинным способом и легко транспортировать. В чем польза ежевики? Это отличный источник пищевой клетчатки, марганца, аскорбиновой кислоты и жирорастворимого витамина К, редко встречающегося в ягодах. В основном он есть в небольших количествах в зеленых овощах. Витамин К контролирует связывание кальция. При его недостатке развивается остеопороз, кальцификация артерий и других мягких тканей. Именно за эти полезные свойства я и люблю ежевику, и выращиваю ее для витаминных запасов на зиму. Обычно спелые плоды ежевики используются в джемах, в желе, в варенье, но мне жалко поддавать такую ценную ягоду жесткой термической обработке. Я поступаю иначе. Часть собранного урожая ежевики замораживаю на зиму в небольших пластиковых контейнерах, но больше двух третей собранной ягоды отправляю на сок. Сок из ежевики – это еще та вкуснотища. В ягодах содержится около 88% воды, поэтому сока получается довольно много. Из-за того, что по факту ежевика – это, конечно же, не ягода, а костянка, сок приходится давить при помощи пресса, чтобы не разрушить костянки. Как только сок готов, я его довожу до кипения, кипячу ровно 3 минуты, разливаю в стеклянные стерильные банки и закатываю. Жмых, оставшийся после получения сока, отправляю на брожение. Из него получается прекрасное ежевичное вино. Вот такая она – ежевика, темно-фиолетовый цвет которой символизирует кровь Христа. Надеюсь, видео было полезным и познавательным. Спасибо за просмотр, подписку и лайки. Скоро увидимся!